добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи альберт бурага мастерская трейдера альберт трейдер из космодара уже к нам присоединился приветствуем вас добрый день игорь добрый день коллеги рад всех приветствовать тут почитал немножко чат сверху смотрю народ веселиться потихоньку вот в общем-то жизнь кипит рынок идет и нам как всегда есть над чем поработать на чем подумать поразмыслить в общем-то главное чтобы не спеша и не успеть при этом наломать дров за которые потом придется очень горько расплачиваться как всегда депозитом вот поэтому аккуратно смотрим все инструменты у нас есть для работы и новостной фон у нас в общем-то известен как правило по камере время и индикаторы если технически есть и индикаторы не технически скажем другие но я как всегда имею ввиду свои индикаторы вот хотя подчас затрудняюсь отнести к той или иной группе индикаторов в общем-то явно что это не технические индикаторы вот но и к фундаментальным тоже их отнести в общем-то довольно сложно это какой-то скорее всего такой симбиоз а вот построенные на технике на ожиданиях рынка крупных трейдеров ну и также на ожиданиях движения цены в срочном периоде очень крупных участников рынка ну давайте посмотрим что у нас было что у нас есть данный момент и уже будем как-то ориентироваться исходя из этих показателей я включил демонстрацию рабочего стола а давайте посмотрим что интересного видим хорошо здорово давайте по традиции рынок форекс пара евро доллар и смотрим что же у нас есть на данный момент буквально в этих вот последних часах мы видим как цена отбивается от верхней границы канала хеджеров кстати у меня есть такая хорошая рисовалка недавно себе поставил давайте попробуем ей воспользоваться чтобы было проще нам ориентироваться так ну-ка запускайся ладно пока она запускается я просто расскажу что сегодня у нас видим отбой от верхней границы канала хеджеров вот здесь в этом моменте вот работаем спокойно согласно правилам торговой системы потенциал хода у нас неплохой в общем то вниз можем бежать бежать достаточно далеко потому что красный балансовый уровень вот мы видим да где у нас находится вот это достаточно дальняя позиция согласно правилам тс весь этот диапазон общем то мы можем спокойненько забрать это почти 273 пункта по четвертому знаку вот и выпускать такую возможность нам нельзя но опять-таки правильно рассчитываем они менеджмент чтобы если что мы могли пересидеть небольшую просадку также если что закрыться по стоп лоссу это обычное дело никто такие вещи не отменяет никогда вот это очень важно дальше значит у нас был недельный уровень недельный уровень на эту неделю у нас был на отметке 1.19.41 он был отработан в принципе первые же часы открытия торгов на этой неделе поэтому для нас ничего интересного он уже не представляет когда были небольшие колебания цены возле этого уровня но это происходит в принципе постоянно вот кто любит слетовые стратегии тот я думаю этим моментом уже воспользовался вот что касается объемов сегодня по данному инструменту в общем то объемы идут разрозненно мы видим наборы объемов как допустим далеко сверху над ценой да мы видим их также и внизу тоже у нас что-то есть пусть и даже небольшие но по крайней мере что-то у нас здесь есть что-то нас карабкается а вот это нам пока ничего интересного не дает пока ничего интересного не дает силу того что объемы достаточно далеко да конечно же вот эта область вот эта область представляет нам повышенный интерес то есть по крайней мере эта область это та которая в случае нежелательного движения цены на завтрашних новостях да здесь нас будут как-то тормозить останавливать в этой области также важно посмотреть будет что будет с объемами завтра завтра у нас по моему фонс если не ошибаюсь данной американской сессии очень интересно будет наблюдать за индикаторами strike на евро долларе на фунт обязательно посмотреть чтобы определиться как участники рынка видят ситуацию в этом не торговую скорее всего по классике не встанут замок какой-нибудь жесткий просто переждут вот это они в общем-то делать умеет и последние пару месяцев у них это происходит в общем-то довольно таки часто вот да потом они конечно же свои долги отрабатывают они потом отбивают это все дело вот но делается это уже как с одним числом вот и мы на этом особо не заработать но это тот же самый пример до отработка ценой границы канала но уже после экспирации то есть участники рынка не стали здесь вкладывать большие суммы денег чтобы вернуть цену до границы канала это обычно я но я этот момент рассказывал тут еще замок у нас был 6 4 6 числа да вот эту ситуацию я уже обрисовывал вот тем не менее вот отработка торговой системы до подход цены к последнему дню перед экспирацией он в общем-то себя не заставил ждать вот так что здесь спокойненько работаем согласно правилам торговой системы теперь давайте глянем что у нас по импульсной системе да по индикаторам профиля рынка и индекс валют значит так паттерн последний нас все еще в работе от 6 числа пока ничего не менялось в общем-то цена двигается без особого скажем так энтузиазма но она и понятна неделька у нас это будет интересно в плане новостного фона вот завтра торговать по данной системе конечно же можно но будьте очень аккуратны имейте ввиду что нужно будет в общем-то из рынка выпрыгивать любой момент вот если что-то пойдет не так она сейчас мы в общем-то тестируем границу 1618 уровня верхнего уровня расширения вот индикатор силы валют нам в общем-то ничего не показывает на имиду он показывает нам отсутствие действия то есть мы в рынок не заходим потому что оба индикатора обеих валют находится под ну по один уровень от нулевого по одну сторону от нулевого уровня и находится в корреляции то здесь ничего интересного нет а на прошлой неделе у нас входов по данному инструменту не было по этим индикатором поэтому пока просто наблюдаем что будет происходить так дальше фунт да фунт смотрим что у нас по фунту по фунту очень интересная ситуация во первых у нас 14 числа был трендовый вход в трендовый вход был он до сих пор еще в работе частичного фиксация была у нас вчера 18 числа вчера кстати к сожалению у нас была задержка по этому уровню верхнем балансовом уровне до был нас технический сбой действительно признаю я об этом писал поэтому не как уровень уровень мы получили уже где-то в 12 часов дня вот но тем не менее здесь во первых у нас был очень интересный паттерн концу дня сформировался тот же самый который был по канадцу вчера я отсюда ничего вам об этом напомню покажу на графике вот и пока у нас в общем-то показатели все на движение инструмента вниз вниз у нас есть скажем так один долговой уровень вот на этой отметке да но он честно говоря очень такой спорный я его за долговой пока не считаем и вообще принципе не рекомендую считать поскольку здесь расстояние в общем-то открытие в полночь до уровня было меньше положенного поэтому мы его не считаем долговым а долговой уровень у нас на отметке 13257 все так что вот к этому уровню фон должен будет прийти с очень большой вероятностью вот кто запрыгивал уже попозже здесь вчера на этом уровне сделали правильно в общем-то система себя подтверждает действительно так оно и есть вот поэтому идем спокойненько вниз а те кто заходил по одному из паттернов индикатора сип 14 числа частично фиксировались вместе со мною вчера после получения уровня после обеда вот и частично держим сделку здесь придем цена к этому уровню закроем без убыток но может быть с каким-то маленьким плюсом и в общем то закончим данную комбинацию вот это да я уже выложу все сделки которые были в этом цикле движение цены но пока у нас здесь есть один минусовой я говорил уже 1 минусовой ордер 1 плюсовой с фиксацией вчера и держим пока вход от вчерашнего уровня вниз все пока здесь отличная комбинация и мы работаем дальше так смотрим теперь что у нас по импульсной системе по импульсной системе у нас есть возврат есть возврат цены под верхний уровень расширения 6754 я кстати всегда говорю что торговать выше этого уровня вот в этой зоне не рекомендую поскольку для нас это космос и здесь непонятно что будет происходить и когда все это закончится а мы так и торгуем вот сейчас мы идем вниз сейчас мы идем вниз очень интересная ситуация здесь согласно правилам торговой системы здесь может быть может быть неплохой тем более что есть показания индикатора силы валют вот в данный момент сформирован хороший в общем там еще не сформирован поскольку час не закончен когда час закончится согласно правилам этой торговой системы нужно будет посмотреть удовлетворяет ли это свечка а нашим требованиям нашему паттерну и если да действительно можно будет идти до уровня расширения 4236 потенциал хода у нас здесь неплохой неплохой для того где мы будем закрываться давайте возьмем в идеале до в идеале дистанция 110 115 пунктов я считаю этот момент упускать не стоит так что имейте это ввиду хорошая сейчас как говорится ситуация даже поставлю себе стрелочку буду наблюдать так дальше австралийц что же у нас по австралийц давайте посмотрим по австралийцу значит на данный момент у нас есть повторная попытка отбиться от верхнего балансового уровня с целью движения вниз где-то примерно до отметки но 79 41 это примерно до неплохой потенциал ухода примерно где-то 40 пунктов я думаю что имеет смысл этим воспользоваться вот и также кстати смотрите вот та же самая ситуация что была по евро да цена не отработала границу канала в последний день перед экспирацией да тем не менее отработала течение следующей недели вот то есть вот это еще раз подтверждает работоспособность системы даже когда рынок очень волатильный и участникам рынка не удается подогнать цену границы канала в последний день они это делают буквально в следующей неделе вот тоже на этом общем то можно неплохо заработать знаю вот эти вот особенности так хорошо здесь пока у нас все по данному инструменту объемов здесь я в принципе никаких особых не вижу вот так что просто стали небольшим лотом на отбой от верхнего балансового уровня так теперь что у нас по импульсной системе да давайте посмотрим по импульсной системе все довольно таки просто цена колеблется между верхним уровнем расширения 1618 и нижним уровнем расширения следовательно для нас эта зона вся не торговая мы здесь не работаем а вот если цена будет выходить уже скажем так вниз до от уровня 1618 до 2618 пожалуйста здесь можно работать согласно правилам торговой системы и подтверждения до индикатора силы валют не забываем вот данными пока никаких кстати подтверждений у нас нету ну и так же если пойдем вверх да тоже можно здесь заработать и неплохо но опять-таки напоминаю что завтра у нас очень важные новости поэтому будьте аккуратны тем более на небольших дистанциях между уровнями 1618 и 2618 здесь всегда дистанции минимальные в новостной период я не рекомендую работать выше да выше там где 4236 там дистанция уже гораздо у нас получается больше дистанция больше вот и здесь уже работать более безопасно то есть это просто как бы такие наблюдения имейте ввиду и спокойненько работать так дальше что у нас дальше дальше у нас канадский доллар канадский доллар конечно же очень интересно у нас поработал последнюю неделю здесь есть что рассказать в общем-то достаточно много я может даже сделать небольшой видеоролик чисто по канадцу расскажу как здесь шли торги последние две недели но вкратце сделаем следующий анализ значит сегодня у нас подход цены к нижней границы канала хайджеров вчера у нас была отработка долгового уровня отлично да все отработали четко то есть работаем по данному инструменту ну собственно как мы и работали поскольку запрета на торговлю не было единство что рекомендовал использовать именно консервативный метод торговли и работы здесь же что еще было здесь был вот прям показываю вот в этом дне это мне вчера да позавчера 15 числа и 8 числа были два очень интересных паттерна вот которые нам показывали о том что как минимум цена начинает тормозить тормозить ниже мы падать уже не будем и надо искать моменты на разворот вот поэтому кто этот момент понял и вместе со мной заскочили буквально вчера небольшую дистанцию вот вот на этот диапазон поздравляю всех вчера не не выкладывал рекомендации за того что в общем-то уровне у нас задержались выпуск уровней балансовых по индикатору сип и страйк вот но данный паттерн работает в общем-то без этих индикаторов поэтому по нему можно было работать вот это один момент здесь можно было общем-то заходить вот и здесь был еще один очень интересный вариант пока ним говорить не буду в общем-то неплохая торговля шла по данному инструменту за последние два дня вот по-прежнему у нас точнее у меня есть два ордера в замке один это трендовый вход который у нас был 4 числа так он все еще в работе вот я его нет не перекрывал частично вот на низах вот в этой в этом месте честно говоря не перекрывал вот поскольку явных сигналов на разворот не было их до сих пор кстати нету явных сигналов на разворот я не знаю вот здесь возможно вот та ситуация которую я описывал несколько дней назад что мы потихонечку будем идти к нижней границе каналах хеджеров без всяких сигналов на разворот но к сожалению так и случилось вот как говорите как чувствовал а вот но тем не менее два долго мы отработали трендовый вход нас еще в работе но в основном как страховочный у меня был страховочный вот поэтому даже если я его закрою где-то здесь фактически в безубыток да я особо справиться не буду поскольку здесь у меня уже есть два неплохих входа но опять-таки здесь нужно более тщательно разбирать данный инструмент так давайте посмотрим по импульсной системе что у нас есть так так канадский доллар за что по импульсной системе так импульсная система у нас в общем-то пока ничего интересного не дает входов у нас не было на той неделе у нас не было на этой пока тоже нету индикатор силы валюту он либо показывает нам корреляцию вот и не дает нормальных входов либо дает показывает нам куда перегрета система и выход одного из индикаторов за рабочие за зону работ на работы а поэтому здесь ничего интересного у нас нету пока нацию так идем дальше смотрим что у нас дальше так дальше у нас франк что же по франку что же по франку франк у нас видим что границ канала хеджеров потихонечку расширяется да то есть дистанция между ними уже увеличивается это хорошо это хорошо вот но пока недостаточно для работы поэтому просто смотрим со стороны и а здесь никаких действий не предпринимаем теперь по импульсной системе по импульсной системе у нас был неплохой вход на той неделе вот он он видим да отлично сработал здесь с подтверждением индикатора силы валют все было замечательно вход был настолько спланирован что по моему я даже они он говорил в прямом эфире когда выступал прошлый раз 11 числа по моему я не он говорил давайте проверим 12 до это был 12 на следующий день вот о том что мы находимся в рынке и спокойненько будем закрываться потенциал хода 44 пункта неплохая работа так что то неделю нас работал великолепно а на этой неделе ничего пока у нас нету были попытки вырваться за уровень 1 618 до уровня 2 618 вот в этой зоне подтверждения по индикатору силы валют не было поэтому ложных входов мы избежали ну и пока наблюдаем пойдем вниз если великолепно можно работать вот до верхнего уровня правда нам очень далековато далековато я пока не рассматривал но вниз если попытки будут до при подтверждение индикатора силы валют внимательно смотрите и спокойненько работайте так дальше иена что у нас по иене что у нас по иене так ена у нас у нас был вход по иене вот верхнего балансового уровня вот пробежали мы 50 пунктов на отбой поэтому закрывались согласно правилам торговой системы чуть выше последнего хая да у нас здесь небольшой получился убыток и не помню сколько там кому пунктов 20 примерно но что есть то есть рынок есть рынок все сейчас мы находимся на границе верхней границы канала хеджеров вот можно работать спокойненько согласно правилам т.с. и особо ни о чем не беспокоиться вот уровень 111 395 вероятность похода у нас по данному правилу кстати небольшая но все равно можно на нее рассчитывать это до уровня 110 53 примерно где-то 85 пунктов можно взять вот чтобы дальше посмотрим хотя на самом деле по моему глубокому убеждению надо бы уже данному инструменту корректироваться может ложиться во флэк и потихонечку скатываться вниз но это посмотрим что у нас будет после новостей завтра послезавтра так хорошо здесь пока все давайте посмотрим по импульсной системе что у нас есть по иене по иене так значит у нас был один вход на прошлой неделе вот вы видите да его с подтверждением индикатора силы валюта отлично все сработали взяли большую прибыль и успокоились дальше цена в общем-то отлично отбивалась от уровня расширения видим да все отлично пошли зайти вот здесь на эту дистанцию по примеру у меня не получилось к сожалению так что ничего здесь не могу сказать вот но и индикатор кстати вот силы валют тоже видим до показывал нам отсутствие входа в рынок но ничего в этом страшно по импульсной системы так у нас был вход на прошлой неделе великолепный вход 30 пунктов мы взяли заходили здесь выходили согласно правилам торговой системы и индикатор профилю рынка в общем-то нам все это подтверждал отличный был вход кстати почти штат уровня 1618 великолепно то есть взяли ну почти всю дистанцию так что у нас сегодня значит на данный момент кстати уровне у нас уровня цена идет между уровнями не торговая зона вот если будем выскакивать вверх отлично при подтверждении индикатора индекса валют можно будет спокойно заходить вот пойдем ли мы вниз на сегодня мы точно не пойдем вниз но даже если такой вариант случится на этот указатор послезавтра пожалуйста тоже можно будет работать до уровня 2618 вот так но по остальным инструментам по индексам нас пока ничего интересного нет то смотрим вот ну как нету есть кстати есть у нас прошла экспирация кстати по нас даку а последний наш вход был насколько я купил и забыл вспомнил продал а вот там вот маленький поэтому не страшно в общем то пока мы работаем здесь на уровне предыдущей верхней границы вот пока немножко скатились вниз вот и согласно правилам торговой системы пока все еще в рынке так dow jones что у нас dow jones dow jones у нас улетел кстати у нас здесь был небольшой стоп лосс да так что есть вынужден признать так ну а дальше работаем по торговой системе пока у нас входов нету к входов нету так здесь пока все по рынку форекс вроде бы все да кстати еще маленькое объявление коллеги 20 21 сентября то есть завтра послезавтра будет двухдневный мастер-класс кому интересно изучить торговлю по индикаторам сип strike получить доступ к индикаторам импульсной торговой системы да то есть индикатором профиль рынка и силы валют так что пожалуйста приходите у вас есть баннер нажимайте регистрируйтесь и завтра мы с вами встретимся так все по рынку форекс у меня все остался срочный рынок игорь николаевич как-то у меня со временем а то я смотрю пожалуйста пожалуйста давайте по можно да давайте хорошо коллеги наш следующий спикер через несколько минут александр литвиненко а видим хорошо так отлично давайте посмотрим так это я слушаю с радует значит у нас был вход на отбой и согласно правилам тс принципе там же где открывались поэтому убытков не понесли а вчера буквально у нас был вход снова мы видим да на продажу и спокойненько идем вниз отлично мы отработали по правилам первый час конечно же после открытия мы не работаем на 2 и 3 час после открытия в общем то дали нам возможность зайти за что им большое спасибо и сейчас мы уже в плюсе по нашим позициям потихонечку скатываемся вниз хорошем смысле этого слова конечно так значит примерно у нас уровень тейк профита 109 394 потенциал хода три с половиной тысячи пунктов великолепно можно работать и ни о чем не беспокоиться все но не забываем что уровни тейк профита могут быть пересчитаны скажем лучшую для нас сторону это очень важно так дальше газпром газпром пока без нас ходит туда-сюда последний сигнал по таблице анализов общества еще раз сверюсь сверюсь у нас был одиннадцатого числа движения наверх ну в общем там и потенциал хода взяли 360 пунктов у нас был до в пике даже если вы неполное движение брали там поменьше все равно она имела смысл все пока на сегодня здесь входов нету уровне баланса вы стоят широко поэтому пока здесь находимся в стороне так сбер сбер идет великолепно на отработку долговых уровней здесь замечательно в общем то я чувствую себя комфортно вот мы уже подошли почти к уровню моего первого входа 30 числа который у меня был второй вход у нас был вместе с вами коллеги практически в прямом эфире да мы вот заходили здесь здесь у нас были варианты да но вот вчера мы не дотянули так что не получилось уж тут извините вот а так что-то входы у нас есть и мы до сих пор еще работаем и тянем данную нашу конструкцию вниз к уровню как бы тейк профита а тейк профит у нас это балансовый уровень все здесь у нас ничего не было так 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 следующий инструмент рубль-доллар рубль-доллар значит последняя у нас последний вход был 7 числа от границы я уже об этом говорил был вариант еще долица 14 числа 14 числа закрывались мы частично на отметке 57 87 у нас потенциал был хороший 40 400 пунктов по полному разряду для тех кто работает среднесрочно среднесрочно да красный балансовый уровень как говорится вам как целевой ориентир осталось совсем немножко вы положите себе в кассу тысячу ну почти полторы тысячи пунктов отработка системы великолепная вот так что присмотритесь кому интересно индикатор бесплатно я ссылочку потом скину в чате поставьте ставлю и работайте оставится на мт-5 для брокеров срочного рынка предупреждая не для мт не на мт-5 форекс брокеров а именно брокеров срочного рынка россии так нефть что у нас по нефти ну нефть у нас флэт нефть у нас флэт последние сигналы были на подъем они отработались дальше были два сигнала на спуск один сигнал основной толпы который вечно разводит и был еще один интересный сигнал на спуск вот в совокупности все это нам дало флэт ну флэт тоже неплохо по крайней мере было несколько дней чтобы подумать и принять решение что тоже в общем то для нас очень интересно что у нас сегодня что у нас сегодня исходя из того что мы видим как у нас идет вот мы видим до движение нижней границы канала хеджеров который уменьшается все это мне вот и от какого-то серьезного движения цены в плане трендового движения почему не вверх не вниз вот сверху они держат границу сверху держит поэтому если случае да там скажем как какого-то резкого движения вверх у нас гарантирован возврат да но и также мы знаем наши балансовые уровни долговые которые отрабатываются с вероятностью близко к 100 процентам а вот сегодня что у нас есть сегодня можно поработать маленьким лотом на отбой от верхнего балансового уровня пожалуйста отметочку я вам сейчас поставлю 54 89 потенциал ухода неплохой 112 но имейте ввиду что в случае серьезного новостного фона вас может подбросить до верхнего было верхней границы канала хеджеров где уже будем думать что нам делать поэтому имейте это ввиду и имейте запас на депозит все на этом у меня пожалуй все не буду отнимать время у следующего спикера все всем большое спасибо за внимание а что по боксе не так мало 110 50 вроде у вас я бы утолкал на 103 баксиену например как она на 103 так на 103 ну давайте посмотрим нет во первых смотрите уровне которые сейчас по индикатору на сегодня это уровне на сегодня я же говорю это уровне на сегодня а когда цена двинется участники рынка начнут перемещать свои контракт и цели у нас изменятся по боксе не изменится гарантированно сторону увеличения прибыли потом найдем одну цель вторую ниже то может быть третье уже будем пересчитывать потому что моя торговая система она уровне тейк профита пересчитывает каждый день ну те кто учились у меня те знают вот потому что на рынке деньги двигаются пожалуйста и нас на фьючерсах и на опционах переходят из колов путы там и так далее но это целая в общем-то жизнь биржевая мы это все просчитываем и смотрим как участники рынка закладывают свои интересы поэтому тейк профит может двигаться вниз 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 до бесконечности фактически такие примеры были когда мы и по фунту стояли по моему память не изменять что-то но чуть ли не три недели и постоянно тейк профит шел в сторону увеличения то есть такие были моменты вот поэтому посмотрим что будет когда уже будем принимать решение ясненько но и общая рекомендация алексу пойти поучиться в альберто узнать уже как двигается цена наконец чтобы так за вместе затолкать бакс ену на 103 спасибо большое альберт вам за ваш обзор ответа на вопросы хорошего дня удачи спасибо большое игорь николаевич всего доброго коллеги попутных нам с вами трендов спасибо